Привет всем! И сегодня, как всегда, мы поговорим о самых актуальных и важных событиях в Германии и Европе. А именно... Альди, реви, насекомые в еде? Как можно определить, как новая мясная стратегия Альди влияет на цены? Евросоюз разрешил употребление некоторых насекомых в пищу. Поэтому при совершении покупок в Альди и Реви необходимо соблюдать определенные инструкции. Неопределенность среди многих клиентов Альди и Реви с тех пор, как в начале 2023 года Евросоюз одобрил жуков плесени в качестве продукта питания, как ингредиента. Многие покупатели предпочитают присматриваться к своим повседневным продуктам. В конце концов, не все легкомысленно относятся к идее поедания насекомых. Во-первых, не нужно паниковать. Никто не заставляет есть насекомых. Никто тайно не подмешивает насекомых в пищу. Существуют фиксированные правила Евросоюза для маркировки пищевых продуктов, содержащих насекомых. И вы можете использовать их, чтобы сделать следующую покупку в Альди и Реви и легко решить, что окажется в вашей корзине, а что нет. Следующие насекомые уже получили зеленый свет ранее на европейский рынок. Это июнь 2021 года. Мучной червь, высушенный, личиночная стадия. Ноябрь 2021 года. Перелетная саранча. Замороженная, высушенная, превращенная в порошок. Февраль 2022 года. Домашний сверчок. Замороженный, сушеный, порошковый. Январь 2023 года. Домашний сверчок. Частично обезжиренный порошок. Январь 2023 года. Зерновой, плесневый жук или буйволейный червь. Замороженный, пастообразный, высушенный, превращенный в порошок. Не вопрос. Это точно не для каждого желудка. Но именно поэтому существуют строгие требования к маркировке продуктов с насекомыми. Если в продукте содержатся насекомые, это должно быть четко и понятно указано в списке ингредиентов, чтобы потребитель располагал всей информацией, необходимой для принятия решения о покупке продукта самостоятельно. Наиболее важными требованиями к маркировке являются 1. Следует упомянуть немецкое и латинское названия насекомого. 2. Должна быть предоставлена информация о форме, в которой насекомые должны быть подмешаны или поданы, например, в виде порошка или сушеных. 3. Необходимо предупредить о возможных аллергических реакциях. Так вы узнаете еду с насекомыми. Альди уже объявила о своем намерении обойтись в будущем без дешевого свежего мяса. Теперь дискаунтер начинает расширять свое движение в пользу защиты животных. Новая мясная стратегия Альди уже влияет на цены. Компания хочет полностью отказаться от продажи мяса, выращенного на закрытых фермах. С этой целью в 2021 году дискаунтер поставил перед собой четкий план. К 2030 году свежее мясо должно поступать исключительно из более дружественных к животным методов содержания. Номер 3 – это открытый воздух и номер 4 – премиум. Вскоре после этого компания Кауфланд также последовала этому примеру, выступив в защиту животных. Альди собирается обойтись без дешевых мясных и колбасных изделий. На первом этапе к 2025 году мясо говядины, свинины, курицы и индейки, выращенное по методу номер 1, то есть выращивание в закрытом помещении, должно полностью исчезнуть с прилавков и из холодильников. Через год треть продаж свежего мяса должна приходиться на уровне 3 и 4. С 2030 года Альди не планируют продавать дешевое мясо вообще. То, что первоначально планировалось только для свежего мяса, теперь будет распространяться на охлажденное мясо и колбасные изделия в дискаунтере, сообщает Merkwerd.de. Альдинорд и Альдизюд также хотят отказаться от дешевого мяса в этом диапазоне к 2030 году. Аналогичным образом, к 2026 году треть мяса и колбасных изделий должна быть произведена с использованием методов ведения сельского хозяйства номер 3 и номер 4, но только для продуктов под частной маркой. Однако запрет на дешевое мясо вызвал критику со стороны фермеров. Распространение изменений режима содержания на охлажденное мясо и колбасные изделия является для нас следующим логическим шагом. Мы даем возможность поставщикам, а также фермерам, лучше сбывать большую долю животных и в то же время расширяем наш ассортимент товаров, произведенных более качественными методами выращивания, сказала Юлия Аду, директор по корпоративной ответственности Альдизюд. Альди стремится предлагать покупателям продукты с наилучшим соотношением цены и качества. Альди выступает за выгоду для всех. Это также означает, что мы хотим сделать экологичные покупки доступными для всех. Наши покупатели могут быть уверены, что в Альди они всегда смогут приобрести продукты по оптимальному соотношению цены и качества, добавила Катрин Бейер, директор по менеджменту подразделения Альди Норд. Пока не ясно, как расширенное изменение содержания животных отразится на кошельках потребителей. Компания Альди не предоставила никакой информации о ценах. Можно предположить, что мясо и колбасные изделия будут дорожать. По данным газеты Lebensmittelzeitung, цены на свежее мясо в супермаркетах и дискаунтерах уже выросли вскоре после объявления в 2021 году о запрете дешевого мяса. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. И желаю вам замечательного дня. Субтитры сделал DimaTorzok